Девушки отдыхают 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 От тебя нету. Мужик называется. Хозяин. Уж люди? Что ладно? Уж люди и все грибов наносили. Небось, посолили. А мы картошку почище, воды принесу, как скажешь, так и будет. Что ты горчичник прилепил? Мне вступило. Воды нет, пожалуйста. Давай быстро за водой. Тебе хорошо сказать быстро. Да, мне хорошо говори. Давай быстро за водой, я сказала. Не знаю, у меня аж голова болит, ты толкаешь. Ты переодеваться будешь или нет? Вели так голый и пойдешь? Ну зачем ты вчера бутылку разбила? Уйди, уйди, я тебя даже слушать не хочу. Ой. Ой. Верочке ничего страшного. Ой, Заша, он такой маленький. Он такой маленький. Глупая. Это ж не смертельно. Ну, перестань. Там все чужие. Пойдем, пойдем. Я тебе клянусь, врач мне в кабинете сказал, через неделю мы вашего мальчика выпишем. Присядь. А больше с удовольствием. Есть Disco, что выковал судьбой. Больше с удовольствием. Да, я бы не순ь. Я с удовольствием прошла. Ну, ты разожги-то его, ну, вспомни, как я тебя учила. Ну, как скажешь, дорогая. Мне что? Я уж и Крым, и Рым прошла. Мне все равно. Ты посмотри, а Немая-то сидит, даже гулять не выходит. А гласища-то? Вообще нехорошо, что эта Немая сидит, как пень. Таращится, даже дед стесняться с того, да, вообще тут серьезно не поговоришь. Надо что-то делать. Поговори с ней. Ну, что милая, что хорошая? Ну, скажи, ну, хорошая, а? Как тебя зовут? Как нас зовут, а? А нашего директора всегда интересно послушать. Ну, получается, это уж не просто Вова, но какой-нибудь такой большой преступник. Борьба за охрану природы – это государственное дело. Понимаешь? Да. Надеюсь, ты слышал о так называемой Красной книге? Не говоря уж о материальном ущербе, который твои родители вынуждены будут возместить. Да. Ты что же, хотел выделиться? Среди других, да? А какой ценой ты этого достиг? Ты подумал? Разбит аквариум. Это же рыбы. Живые существа. А ты знаешь, от чего умирает попугай? Ну, конечно, конечно, не знаешь. От сотрясения мозга. Вот ты, видимо, из добрых побуждений решил предоставить птичкам свободу. А они, конечно, сразу в окно. А там стекло – бац! За сотрясение мозга. Да, 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 да. Что да, подождите. Вот сейчас и ей попадет. Лучше бы молчала она. А еще говорила она. Молчание – это золото. Мечта? Ну, ты о чем-то мечтаешь? Неа. Я не мечтаю. Я вообще себя люблю. За свои погрешности и свои недостатки. А за что ненавидишь? Упрямость. Я очень упрямый. Вредный. Курить когда начал? В классе первом. А выпивать? Пить? Да я уж не помню. И когда, извините за выражение, мы поддадим, мы уже как-то ведем себя раскованно. Ну, посвободнее себя чувствуешь, когда выпьешь. Ни о чем не думаешь. Сразу тупой становишься. А расслабление? Расслабляюсь я, если я вот… На чем-то человек, может быть, ходит на рыбалку и расслабляется. Ему важна не рыба, а сам процесс. Так же, может, и тут. Ну, как? Захотели, естественно, выпить. Надо доставать деньги. Пошли на дело. Все. На какое? После получки пьяных трясли. Вышли. У всех настроение бравое, что-то идем на дело. У меня много всего всяких дел было. Приводы были? Да. А что родители? Когда узнали, сказали, что ты сам этого добился. Добычу я домой никогда не приносил, потому что мать кричала, что чужие вещи домой несешь, то все, когда я еще был маленький. И куда вы их прятали? А мы кому-нибудь в квартиру, у кого мать ничего не говорила. Человека ударишь? Могу. За что? Даже просто так могу. Сколько месяцев вы уже с ним здесь в мастерской? Год. Почти год. А где Алеша спит? Алеша наверху. А питаетесь здесь? Здесь кухня-то нет? Ну, чаще всего у матери моей. Так что, как два челнока из мастерской к маме поели вернуться обратно? Ну, вот утром мы просыпаемся, я собираю его в школу. Вы возите его в школу на машину? Да. Я ввожу его в школу, я привожу в школу его, потом приезжаю домой, сюда в мастерскую, работаю, если позволяет время, так в магазин, братишная, ну, всякие, как понимаете, домашние заботы. Потом еду его встречаю после школы, после школы мы едем к маме там обедаем, потом я привожу его сюда, ну, и ужинаем, или здесь что-нибудь, или к матери опять. Вот в связи с тем, что мальчик постоянно с вами работать, вы стали меньше? Да, конечно. Это забота, но... Скажите, пожалуйста, ну и зачем вот все это вам нужно? У тебя же есть прекрасная квартира, где можно совершенно нормально жить. Нет, там нормально невозможно жить. Смотри, а. Похоже, облава на москвичей. Которые москвич тормозят. Знаешь, Анюта, почему вас иногда не любят? Вот вы родились? У вас уже все есть, понимаешь? Магнитофоны, тряпки, рестораны. Болтаетесь по улицам в ферме, сытые, довольные, балдеете. Ну и что? Пускай балдеют, и какое вам-то дело? Что, опять трудностей захотелось? Да они вот здесь ваши трудности достали уже, ну. Хорошо, мы сейчас живы, мы хотим жить. Мы, конечно, уважаем ваше старшее поколение, все, вы много пережили, стало легко. Ну, спасибо вам за это. А что нам-то делать? Я хочу хорошо одеваться, я хочу выглядеть, красиво жить и живу. Ну, хорошо говоришь. Учитель был хороший. Что же у тебя учитель такой хороший? А ты ночью-то, а, а ты ночью-то с ребенком по улицам бегаешь. Вы же ничего не знаете. Естественно, как же иначе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok